Анастасия Волочкова призналась, что в ее личной жизни наступила полная идиллия. Бывшая прима Большого театра наконец-то встретила мужчину, которого ей не надо прятать от камер. Избранником балерины стал некий 38-летний Владимир. Отношения пары развиваются стремительно. Пара уже живет вместе. Как известно, мужчина переехал в ее просторный загородный дом. Артистка пока не признается, кем работает ее возлюбленный, но она полностью им довольна. И утверждает, что ей очень повезло с Володей, который покорил ее сердце. На днях, вместе со своим новым избранником Владимиром, Волочкова посетила подмосковный Ново-Иерусалимский монастырь. Пара помолилась и поставила свечки святым. Также Анастасия и Владимир послушали колокольный звон и сфотографировались на фоне монастыря под ночным небом. Здесь совершенно необыкновенная атмосфера, и очень добрые люди. Колокольный звон нас с Володей встречал и провожал. Это был прекрасный день, написала балерина. Ранее Анастасия опубликовала в Инстаграме фотографию, со своим возлюбленным Владимиром, и обратилась к его бывшим возлюбленным. Она обвинила своих соперниц в том, что те не любили и не ценили Владимира долгие годы, но вспомнили о нем, когда на горизонте появилась Волочкова. Балерина подчеркнула, что считает себя искренней, уверенной и самодостаточной. И призвала бывших избранниц Владимира оставить их пару в покое, подчеркнув, что негативными высказываниями в адрес мужчины, его экс-возлюбленные в первую очередь выставляют в невыгодном свете самих себя. Анастасия Волочкова также заявила, что считает себя и Владимира очень красивой парой. Это правда. Молодой, классный и романтические отношения, я должна сказать, мои золотые, у меня есть всегда. Но вот такая я женщина, не могу без романтики. Вот такая красивая, роскошная, всегда окружена вниманием мужчин, цветами, роскошью, красотой. Да, я без этого не могу, и я привыкла засыпать и просыпаться с любимым человеком в одной постели. Я понимаю, что моя постель интересует многих больше, чем моё творчество, и одно дело, когда уже у меня в трусики залезают и под ёлочку мою, это одно. Но когда в постель, честное слово, мне так хочется это пространство оставить для себя. Порадуйтесь лучше за меня, не позавидовав. О таком мечтают много женщин, понимаете, о том, чтобы была гармоничная жизнь, отношения с мужчиной, чтобы был красивый секс яркий и частый. Ну, а у меня это есть, поэтому желаю всем счастья, и не так давно у меня закончились те отношения, которые делись год, а сейчас у меня новые. Я влюблена, я любима, и этот мужчина относится ко мне как к драгоценности, и с таким вниманием, и, ну, действительно, это большая радость.